Здравствуйте! Сегодня мы в гостях Вячеслава Васильевича Кушникова, заведующего отделом технического обеспечения аппаратов МИР-1 и МИР-2. Здравствуйте, Вячеслав Васильевич. Мы бы хотели задать Вам несколько вопросов и поблагодарить за то, что Вы выбрали сегодня все-таки место в нашем интервью, не офис, а место стоянки МИР-1. Очень все интересно. Дорогие участники, именно благодаря этому человеку сегодня Вы сможете увидеть аппараты над стоянием вытянутой руки, посмотреть все-таки на некоторые детали. И первый вопрос у нас к Вам будет такой. МИР-1 сейчас 25 лет. Это очень большой срок эксплуатации. Скажите, пожалуйста, какие аппараты были до этого? Кто стоял у нас только в разработке МИР-1? Именно миров? Да. Но до этого аппараты были ПАИСИС. И ПАИСИС, один из них стоит здесь во дворе, второй в Музее Мирового океана. Эти были аппараты. И подводные аппараты, висуде архенологии, начинались в 70-х годах именно с тип аппаратов. После того, как они выработали ресурс, Академия наук заказала более совершенные аппараты МИР-1 и МИР-2 в Финляндии. Аппараты эти делались в Финляндии, но под наше наблюдение и по нашему техническому заданию. Разработчиками были некто Югорий Евгеньевич Михайльцев и Антоний Михайлович Сергеевич. История аппаратов в Советском Союзе и в России ведут именно с ними. Вы сами как долго работаете с аппаратами? А вот те самые 25 лет, сколько аппаратов с самого начала, с приемки аппаратов? Наши зрители, они наверняка смотрели фильм Джеймса Кэмерона «Цитанин», но, конечно, не все знают, что Леры участвовали в съемках и то, что многие кадры были сняты на судне Академии Келдор. А скажите, как часто вам приходится работать с другими съемочными группами, в каких фильмах вы участвовали? Кроме Кэмерона, в основном у нас участвуют телевизионные группы российские с разных телеканалов. Они обычно запровождают нас во все наши экспедиции, именно в Байкале, на Ренекском озере. Очень много журналистов было, когда мы совершали теоретические погружения на Северном полюсе. Кроме того, часто, когда мы работаем в океане и делаем это погружение либо в научных целях, либо в Индии, нас часто сопровождают кинооператор какой-то компанией, значит, чаще всего забывают о том, что это. Расскажите, какие трудности возникали в процессе съемок фильмов «Цитанин»? В одном из интервью я читаю, что на глубине 4 километра, однозначно, чуть не потеряли трехвыщий телемодуль, как происходило его возврат? Все дело в том, что эти телемодули, они, будем так говорить, почти автономны. То есть они только связываются с подобным аппаратом, с техноволоком, которым передается информация, видеоинформация, и по нему же управляется. А запас электроэнергии на аккумуляторе и все остальное находится непосредственно на модуле. Получилось так, что когда модуль заход внутрь питания, цикловолокно проводилось, и он там остался. Но у нас был запасной модуль, и в следующий раз, когда аппарат погружался на запасную модуль, то есть его подвели к тому аппарату, смогли его выцепить. И наш шеф-пилот Черняев смог те вторые модули вытащить, первые могут через лабиринты внутренних помещений Китаника, которые вырубили и, соответственно, стояли через сто лет. Сколько времени это длилось? Наверное, долго все-таки доставали? Ну, во-первых, доставили из первой покупки где-то раза три. А расскажите, пожалуйста, какие все-таки экспедиции были за последние десять лет? Десять? Ну, лучшие, наверное, пусть. Насколько я знаю, был Байкал и Женева? Ну, три раза мы были на Байкале три сезона подряд. Один последний раз мы были на Женевском озере. Перед этим была экспедиция на Северные поясы в седьмом году. А до этого были экспедиции в Северную Азантику на «Титаник», на «Бисмарт», на курильщики. Кроме того, нам приходилось выходить на обследование подобного пацановиц. Вернемся, если это не одно аппаратом, вы можете их пускать, но в нашем залице может шоу, дыру, пробиться, и нет ничего. Ну, вообще дело в том, что аппараты сейчас законсервированы на длительное хранение. С них снято все нависное оборудование. Остались только… Вот даже видите, что иллюминаторы закрыты на магическом предушке, чтобы стекли не поцарапливать. А снаружи манипуляторы, два манипулятора, которые были бункера для приема образцов. Ну, и вот верховороты, гидравостатор, ну, собственно говоря, еще и прочее. Расскажите, пожалуйста, о разговорских манипуляторах. Насколько они функциональны? Ну, манипуляторы в Британе, они имеют все стекли и свободы. То есть они могут фактически забраться, ну, и в ход аппарат, и на 180 градусов в какую-то другую сторону, и вверх. То есть достать им в другую сторону. У них вращается кисть на неогреченное число оборотов, и в локоть. Они могут вращаться в типы других. В частности, вытащили этот аппарат, модуль из Титаника, как раз потому, что у него вращается кисть. Потому что стекловолокозы, которые тянули, как раз на него на матор. И поэтому медленно, медленно, не медленно, не может достать. Ну, в первую очередь, у вас везет в Британе, вы можете помочь его там видеться, там заказывать. Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, что это за катер, с каким оригинальным названием корич, и откуда это название? Ну, че-то не у него в предназначении работали. Катер специально заказывал себе буксировщик для Мирок. Его деда на фабуке в Англии. Ну, а корич придумали. Таким, ваш адвокатер, Лев Семаген и те, кто на нем работал. Довольно неформальное название. Корич Мирок. Корич Мирок, да. Все подходит. Ну, сейчас, наверное, у нас психологических работах. Все-таки, но какое длинное? Вы знаете, психологические работы закончились. Они стоят уже на консервации. Значит, они будут стоять на консервации до осени. Ну, наверное, даже до глубокой. Может быть, до октября до ноября. Там их потом подведут, проведут с ними еще работу. Регламентные работы подготовки зимней стоянки. И после этого они будут опять стоять всю зиму. А расскажите нам, пожалуйста, Вы сами участвуете в таких предприятиях? И когда это было, в каком каком? Я участвовал в погружении только на предыдущих аппаратах на ПАСИЦах. Это было в 1990-1991 год. И они работали на подкатах. И, конечно, у нас все время уже подходит консервация наших зрителей. И от наших групп в социальных сетях. Мы все-таки хотим вам выразить большое спасибо, что вы нашли время. И от своей души поздравляем вас. Вы стихотворительные аппараты. Желаю вам успехов, оптимизма в дальнейших исследованиях. Будем надеяться, что все будет хорошо. Все как-то. И вам спасибо, что вы продвигали этот аппарат. Ну, это вам только радость. Дорогие участники, с вами была Мария, наш оператор Александр Митрий Жук из Калининграда специально для групп на фейнбуке «Титаник Таймлайн» и группа «Контакте» Академия Мстислав Келдыш и корабль «Легенда Титани». До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.